Ян согласился на ничью в партии с Георгом Майером и все решится вот на этой доске в партии девушек. На хрупкие женские плечи переложили. Это, конечно, не комиссия. Но что делать? Что делать? Вот позиция, конечно, явно улучшается у черных. Е4 действительно бросит девушек вперед. Но главное ничего не зевнуть. Проходные девушки должны идти в черде, это мы знаем. В детстве Е4, Ладья Д6, конечно, Ладья Д8 проигрывает. Ладья Д8 одевает Маск. Ладья Д8 шаг. Ужас! Вот так вот решилась, похоже, судьба. Вот так вот решилась судьба. И Маск держится в 8 с Маском. Да. Да шо ж такое-то? Ну шо ж я деваю-то так? Почему я так делаю, господа горожие? Ну все перки отдала, но обидно так. И, друзья, кинуть вызов на 5 или 10 минут. Вот так вот успеете, успеете пробиться в эфир. Ну вот там, кажется, лучше кидать, когда, не знаю, когда партия, получается, заканчивается, и вы тогда кидаете вызов, и он первый становится. Мне кажется так. 3D. Мышление схемами в первом кругу. Если вы научитесь мыслить схемами, быть планами, вы сделаете огромный шаг вперед по изучению Эджи. Ну самое правое, надо научиться самим себе объяснять словами, что вы хотите сделать, к чему вы стремитесь. Убилов внезапно стало просто выиграно, поскольку белопольный слон, не имеющий оппонента. Ну то есть черным любой ценой нужно было сохранять вот эту пешку на С4, которая сдерживала вот белопольного слона. А тут получилось так, что внезапно решающий полевес образовался Андрея, и он его артистически реализовал. То есть вот к чему я так долго останавливаюсь на этой партии при разговоре с Андреем Исипенко. То есть ну вы... 1-1. 1-1. У нас... Нет, не удалось таки. Все-таки Данилю избежать. Слон хотя бы на D7 не пошел. Ну да, уже другая, да. Редакция на D7. Тут его... Все, это 1-1. И у нас финал. Они не помнят, а я не знаю. Спасибо. Волнуюсь, еще 4 минуты.